Мастерство участников Опять же, можно добавить комментарии И, наконец, общий отзыв Отзыв После того, как преподаватель это сделает Он нажимает кнопочку Я нахожусь просто в режиме настройки После того, как эта работа будет сделана преподавателем Будет направлен отзыв И далее можно перейти К следующей Стадии Нашего конкурса Итак, представлены инструкции пооцениваю Работа распределяется между студентами Конкурс происходит как в синхронном, так и асинхронном формате Синхронный формат предполагает, что взаимодействие происходит онлайн Подобно тому, которое вы видели в записанных клипах Асинхронное взаимодействие Это подготовка к участию в конкурсе Ознакомление с инструкциями С теми критериями, на основе которых происходит оценивание работ И, наконец, вычисление оценок за работу, то, что производит жюри И другие действия Я снова возвращаюсь на главную страницу Иду в мои курсы Снова возвращаюсь на международный конкурс студенческих команд по медиации Какие еще здесь интересные есть элементы Вот этот блок «Идеи по организации турниров» предназначен для всех единомышленников Прежде всего, практикующих, медиаторов, которые имеют опыт организации и участия в подобных международных конкурсах Для вас дискуссионный форум Пожалуйста, делитесь своими идеями Размещайте посты Вставляйте видеоклипы Как именно это делается? Рассказывается в инструкции Посмотрите, пожалуйста, как работать в онлайн-формации Резонный вопрос У кого-то это вызывает до сих пор чувство настороженности На самом деле, мы привыкли использовать социальные сети и диалог по веб-камере Преимущественно в развлекательных или личных целях Но крайне редко практикуем такой диалог в деловых целях и целях обучения Посмотрите, пожалуйста Здесь рассказывается о навигации по курсу И каждый такой диалог сопровождается учебными клипами Короткими клипами Или вот здесь, например, создание документов в Google Docs Очень полезно для того, чтобы работать командной И размещать большой объем информации в сети Вставка нового рисунка, фото, альбома в учебный сайт Пожалуйста Вставка видео контента в учебный сайт медиаторов Вы можете нажать на YouTube Сейчас мы рассмотрим процесс загрузки нового учебного видео на канал YouTube И так далее Как видите, исходя из этих достаточно стереотипных действий Можно сделать возможности для работы необычайно удобными И максимально использовать преимущество электронного формата взаимодействия для организации подобных турниров Каждый участник в составе команды должен заполнить анкету Для предварительного квалификационного отбора Просьба заполнять ответа не торопясь Здесь вы видите довольно много параметров вопросов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!